Организацию работы по выявлению и пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, обсудили члены антинаркотической комиссии. За два месяца этого года в городском округе и на территориях подведомственных межмуниципальному управлению МВД России «Щелковская» зарегистрировано 37 наркопреступлений. Это существенно меньше, чем за такой же отчетный период прошлого года, на одну пятую. Также снижение произошло и по имеющим отношения к наркотикам и наркозависимости тяжким и особо тяжким деяниям с 44 до 33. Если в целом оценивать статистику за этот и за прошлые годы, то ситуация в округе не отличается от областных показателей и является контролируемой. За 12 месяцев в 21 год из незаконного оборота наркотиков изъято более 55 килограмм наркотических и психотропных веществ. Наиболее распространенным наркотическим является импедрон, альфа, пиупи, просто народы как соль, марихуана, так и другие. В 21 году отделение по контролю загородных наркотиков межмуниципального управления согласно ведомственной оценке заняло третье место из всех районов Московской области, что является удовлетворительным результатом. На заседании также были переведены результаты мониторинга наркоситуации в округе за последнее время. Наблюдается снижение по уровню первичной заболеваемости наркомании, по смертности и по острым отравлениям наркотиками. Комиссия также обсудила основные направления профилактической работы по борьбе с наркозависимостью. В целях улучшения состояния наркоситуации в городском округе необходимо провести цикл профилактических мероприятий, направленных на привитие молодежи навыками здорового образа жизни, обеспечить максимальное вовлечение несовершеннолетних в тестирование, для чего организовать индивидуальную работу в школах с психологами и обучающими их родителями. Было принято решение в апреле 2022 года провести мероприятие с участием членов волонтерского движения «Московский областной патруль» в образовательных организациях, в которых обучаются несовершеннолетние, привлеченные за совершенные правонарушения к административной ответственности. Также предложено активизировать разъяснительную работу среди детей и подростков, относящихся к группе социального риска. Последним вопросом повестки стал отчет о работе антинаркотической комиссии за прошлый год. На территории округа в 2021 году проведено более 1800 мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек и пропаганду здорового образа жизни. Общий охват участников составил более 67 тысяч человек. Продолжение следует...